друзья мои зайцы пушистый всем привет продолжаем разборы фильма сегодня у нас бойцовский клуб культовый фильм конца 90-х которому сначала какой-то такой неоднозначное отношение было потом им прониклись и до сих пор у него есть свои фанаты фильм конечно специфический странные местами аж как бы резгливость вызывает но поднимает очень важные темы то есть конечно это не только там зрелищный некий такой экшен это фильм и про психологию взросления и про эпоху потребления и про проблему таких вот тотально одиноких людей и про вообще проблему некой такой массовости про проблему толпы то есть очень много можно здесь каких-то разрезов увидеть ну давайте разбираться то есть наш главный герой некий человек без имени практически живущий в малюсенькой своей там квартирке в кондоминимуме офисный клерк не особо любящий свою работу не сильно удовлетворенной жизнью который собственно находит хоть какое-то удовольствие в том что он себе там какую-то мебелишку купит какую-то вещичку купит радуется он этим там вечерам который проводит наедине которые ему там по большому счету уже уже надоели маятся он там от бессонницы от тревоги отправляют его вот в эту вот группу мужчин больных раком яичек чтобы просто посмотрел как людям тяжело живется главное что нам стоит помнить про этого нашего героя тот факт что он у нас вырос практически без отца то есть отец его там достаточно раннем возрасте бросил участие в его воспитании никакого не принимал он периодически там пытался на какой-то контакт выходить там что что как он там что делать папа как быть папа но папа ему никакой особо конкретики не советовал потому что и папа видимо жил тоже по наитию как сложится так сложится но все равно видите решительность какая у него была каждый шесть лет заводил новую семью заводил ребенка потом бросал эту семью просто потрясающе в общем у мальчика отцовской фигуры никакой не было было только материнская фигура это видимо где-то там какие-то пробелы естественно в воспитании были что мы дальше с вами значит видим появляются в его жизни вот эти вот герои тайлер и марла есть разные трактовки происходящего то есть кто-то считает что тайлер это в принципе его альтер эго ну как бы да в общем то наверное ближе всего вот этого трактовка еще трактовку что у парня просто уже раздвоение личности началось это как раз его множественные личности и марла и вот этот вот тайлер то есть как бы тайлер он отвечает за такого чертика в его голове за такого там бунтаря за человека который хочет быть главным хочет доминировать и прочее да там разные низменные инстинкты а марла наоборот это такая его своеобразная совесть ограничитель содержащий какой-то фактор а что у нас сделал вот этот вот персонаж тайлер или как его назвать сущность это тайлер то есть одновременно он выполнил функцию отца то есть наш герой он как действительно увидел некий мужской образ да где-то гротескный где-то антисоциальный явно но определенным скажем так мужским вещам он его научил там какой-то мужской пример подал вот это вот держать слово это спортивность это динамика это там общение в некой вот этой вот мужской тусовки то есть наш сладенький вот этот вот такой весь домашненький клерк он конечно же ну до этого не сталкивался с такими скажем так пластами общества то есть фактически это была мужская фигура которая насильно за шкирку его потащила вот в это вот возрастление но не забывайте он сам пришел к этой фигуре то есть когда у него там случился пожар а в его этом здании то есть первый кого он обратился это был тайлер то есть по сути и друзей то у нашего героя особо не было какого-то значимого для него круга лица вдруг он встречает вот этот вот отцовский прообраз который его и вдохновил то есть и тайлер как-то так снисходительно но заметьте достаточно ответственно взялся за его вот это вот воспитание и за вот это вот его взросление там очень много физподготовки вот эти вот их как это даже назвать проекты миссия вот в которой они были вовлечены то есть подавал он пример как с девчонками надо общаться да но вот история вот это его а с марлой а марла это одновременно его совесть может быть и какая-то материнская тоже линия то есть явно наш герой от матери что-то недополучил но материнская линия у нас еще у того самого бог бог по-моему его звали на груди у которого он плакал вот этот качок который в свое время там переупотреблял разными стероидными там препаратами а вот сейчас в общем-то страдает от этого то есть прикладывался парень наш к материнской груди и вроде как успокаивался вроде как давал этому какую-то гармонию и стабильность и заметьте как у нас дальше все получилось то есть боба похоронили необходимость в этой фигуре она как бы отпала марла его совесть и его тоже опять же какое-то отражение вот это вот материнской линии вроде как он в какой-то коннект с ней вошел он остался с ней вместе а тайлер ну то ли интегрировался в него то ли в принципе ну исчезнуть альтер-эго не может но в общем-то какая-то там трансформация произошла а то есть необходимость вот а в таком активном участие тайлера в его взрослении уже отпала ну конечно фильм жесткий фильм провокационный вот это вот месиво и прочее то есть смотришь на все это ну зачем зачем это все вот логика конечно там наверняка если подростки этот фильм смотрят им кажется что круто интересно впечатляет и прочее что что еще хочется сказать ну вот как бы аспекты именно взросления нашего героя мы с вами примерно понимаем то есть отцовская фигура да какие-то недостающие части матери материнского воспитания да и вообще вот это вот линия когда тайлер был с марлой у них активный интим там был была какая-то история это знаете еще можно какую параллель провести это как бы родители нашего главного героя он как-то им не мешал и он действительно ну не особо ревновал да была может быть там небольшая ревность к матери но вот что-то другое во всем этом было он как-то уступил им что ли смирился что вы уже на каком-то уровне вы можете быть ну более счастливыми что ли вы можете больше осознанного удовольствия получать то есть а я как ребеночек маленький такой посижу в соседней комнатке поиграюсь я вам мешать не буду то есть вот какую-то такую линию мы здесь видим ну что касается вот общество потребления там до попытки высмеять вот это вот да вот этот тайлер который продает мыло сделанное из задниц там да ну жир отсосанный при липосакции вот это вообще вся их система странного бойцовского клуба их ведь вот этот бойцовский клуб это же тоже такая очень многоплановая метафора мы можем и в целом на какую-то политическую систему это натянуть мы можем и на рынок на потребителей как на таковых натянуть то есть что-то такое обезличенное все должны рьяно это делать все должны скажем так не жалей своего здоровья не жалей там любых своих ресурсов именно в это пригаться пригаться и при этом у людей даже нет имени то есть странные вот эта ситуация когда умер вот этот вот боб когда его убили и вот это вот состояние какого-то такого массового психоза что да типа давайте у него теперь будет его имя роберт пол что ли как его там звали вот это вот декларирование уже то есть они вошли в транс в какой-то то есть на пустом месте создать какую-то совершенно догматичную идею самим этой идеей проникнуться и искренне в это верить лишаться там органов тела там как вот этого парня которого изуродовали в этой вот бой ненормальный красивый же парень была фактически из него там урод с какого-то сделали он там без глаза остался что там с ним еще случилось это то есть вот вся вот эта абсурдность вовлечение именно в массовую истерию попытки следовать вот как раз ну какому-то за каким-то вот этим вот массовым безумием здесь же вот эти вот вещи очень многие подсвечиваются то есть заметьте как наш герой трансформируется от какого-то такого офисного служащего который ну где-то лишнее не скажет уйдет в сторону отсидится там от молчится там язвительный какое-нибудь замечание втихаря вбросит то есть больше пассивную агрессию он у нас применял реализовывал он действительно трансформировался в мужика то есть он пошел против толпы он сказал четко и нет когда бог его друг умер ну чтоб там его похоронили по-человечески и прочее он сказал что был у него имя он попытался там их какой-то совести призвать то есть он прям попер у него реально появилось вот это бесстрашие то есть тайлер прекрасно сделал свою работу смотрите наш герой в начале фильма такой не недовыросший не до конца там д д сепарировавшийся мальчик который ищет себе какого-то такого отца который мается да вот это вот бессонница чисто у него психосоматической от скуки от тревоги и который нападает на марлу пытаясь ее изобличить да то что ты же не больна это какого фига на вот эти вот ходишь сборище на что марла сразу его общем-то отбревает и уже они вступают в переговоры очень кстати хорошая сцена по перехвату инициативы в переговорах это те кто продажами занимается коммерцией занимается очень такой яркий полезный момент то есть она сразу перехват инициативу его в его же вот этих вот проблемах обвиняет и в общем-то да уже совсем другая расстановка силы вроде как они некий пакт они нападение заключают ну то есть какой-то такой странный у него бунт морализаторский такой типа там да вот так нехорошо так не должно быть хотя сам он делает ровно то вот в чем других и обвинять такой странный незрелый мальчик с какими-то вот этими вот выпадами то есть а что касается ну как бы его дальнейшего развития но мы правда видим мужика конечно мужика которого уже понесло который жестокие поступки совершает но он как раз вот обрел вот эту вот безбашенность тайлеровскую что еще можно про него сказать но вот что касается вообще психологических портретов кто у нас там кто ну марла социопа . такая отторва такая до волчара одиночка в женском обличье живущая какой-то своей жизнью деньги и прочие ценности для нее они конечно важны но ей не хватает стратегичности не хватает ответственности чтобы все это удержать в итоге не имеет ничего там есть еду которую там без бездомным пенсионерам государство бесплатно выделяет и прочее то есть просто вот проживает профукивает эту свою жизнь при этом живет инстинктами как она подсела на этот интим стайлером да как вся это ее вот эта тема зацепила рисковатая склонная к вредным привычкам такая вот прям ну классическая социопатка такая да и как правило такие люди хорошо-то редко заканчивают бывает бывает что они скажем так могут там одуматься как-то остепениться но глобально на их жизни это как-то вот не очень влияет либо они уже просто потихому доживают свою жизнь они уже столько ресурсов на это все слили наш вот этот главный герой безымянный этот клерк он больше похож на скрытого дефицитарного нарцисса да ему важно производить впечатление да он прячется за брендами как раз вот этой эпохой потребления да он периодически может кого-то покусывать подкалывать да он любит говорить о себе и там самооценка самомнение то у него очень большая правда она плавающая правда он ну как бы боится что кто-то его разоблачить кто-то не так скажет но как раз вот портрет больше именно вскрытого нарциссы как раз он что свойственно для таких людей очень часто он присоединяется к весомой заметной фигуре но тут у нас слишком много разных слоев до разных там скажем так аллегорий которые можно трактовать каждый по-своему может трактовать то есть по сути он взращивает в себе это альтер-эго этого тайлера или присоединяется к этому тайлеру на воспитание к нему под крылышко идет тут уж как сами выбирайте что вам больше нравится и как бы дефицитарный вот это вот нарцисс депрессивный нарцисс ну как бы и то и то дефицитарный депрессивный нарцисс а вот он на как раз в общем то и усиливает свою значимость за счет вот этого вот персонаж ну да дефицитарный депрессивный скрытые это все одно и то же у меня есть на канале видео в котором я подробно раскрываю три ключевых типы нарцисс вот то есть скорее это вот больше вот эта история но дальше то мы видим уже какую-то другую личность мы видим какого-то самостоятельного мужика то есть получается у него и личность трансформация произошла у него там какая-то мега терапия случилась конечно это уже скорее фантазии мы в мозг ты ему не залезем но получается что да мы видим совсем другую личность кто такой тайлер ну такой психопат с нарцисской вот этой грандиозностью если мы попробуем на какие-то человеческие образы это все блоки штайлер это не совсем человек это какая-то такая сущность из его сознания созданная вот то есть как минимум психопат с вот грандиозностью с макиавеллийскими вот этими идеями но наверняка там и другие расстройства были там может быть и театральное расстройство было там паранояльный вектор очень развитый при этом он достаточно гипертимный такой активный вот то есть вот вот они эти персонаж то есть вот этот боб это чисто такой эмотив причем эмотив уже ушедший в акцентуацию но конечно у него определенные обстоятельства в жизни то есть дать человек фактически там узнал о том что он умирает или там серьезная операция а ему предстоит но вот эта плаксивость вот это вот жалость к себе то есть из вот главных героев вот чем фильм-то наш напичком фильм очень такой ритуальный метафоричный то есть фактически у нас происходит сепарация главного героя отделение от матери то есть все-таки слишком у него было вот это вот некое условное кормление его так как личности как персонаж то есть квартира материнская лона и вдруг все исчезает все он появился на свет в качестве самостоятельной единицы ритуал инициации но то есть своеобразное посвящение в мужики своеобразное вручение ему ну скажем так там прав распоряжаться что ли своей жизни в конце вот этот рушащийся город там вот эти вот все там ну план определенным образом реализованный тоже это то что привычная какая-то часть вселенной рухнула вот это вот смерть вот этого боба то есть как то что он уже перестал нуждаться вот в этом вот материнском каком-то подкреплении то есть само вот это вот странное какое-то заброшенное здание квартиры где живет вот этот тайлер как символ такой вот жизни да и приткнуться некуда и прочее опять же очень сильный такой мужской маскулинный дух во всем этом вот эта группа больных раком куда он ходит как символ в принципе больного общества который конечно осознает что она больной но да это общество она и там умудряется скажем так там что-то опошлить да и там быть равнодушными причем к самим же себе то есть такой сложный философский фильм ты каждый раз его смотришь и ты что-то такое наковыриваешь вот ну наверное все равно главная цель героя достигнута он все-таки созрел он сформировался что немаловажно все-таки друзья мои буду рада если в комментариях поделитесь что вы думаете по поводу психологических составляющих по поводу портретов главных героев этого фильма и вообще нравится вам фильм как он вам я напоминаю вам что если вам нужна будет моя помощь как психолога пожалуйста записывайтесь ко мне на онлайн консультации мои контакты внизу под видео всем пока всем до скорых волнующих встреч